Продолжение следует... 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 И в этой связи обозначенная норма в настоящее время не применяется. По мнению комитета, унификацию положений федеральных законов о муниципальной и гражданской службе следует проводить в комплексе с предложением по установлению случаев, при которых гражданскому и муниципальному служащему запрещается приобретать ценные бумаги. Учитывая все это, комитет не поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной Думе его отклонить. Мархатимович, извините. Скажите, пожалуйста, а если гражданский человек, мы же ратовали за то, чтобы был профессионализм, уже приобрел бумаги в соответствии с вашими поправками, он их должен продать или что с ним будет? Или может также быть муниципальным служащим, но только с бумагами, приобретенными до приобретения статуса муниципального или гражданского служащего? Депутату Марданшину включите микрофон. Да, по логике нормы закона, конечно, муниципальному гражданскому служащему необходимо будет продать данные ценные бумаги. Спасибо. Федоткин Владимир Николаевич. Рафаэль Перхатинович, я ухожу в комиссию по контролю за доходами депутатов нашей Государственной Думы, и я насмотрелся ситуации, когда, в общем-то, мы с вами, депутаты, сегодня живем и получаем доходы в рамках закона. В основном самые богатые являются жены и дети. Вот в данном случае депутат не будет, муниципальных органов власти или служащий не будет нарушать закон, но используя его особый статус, хорошо будут приобретать все, что можно и не можно его жены и дети, что бывает сплошь и рядом. Каким образом в этом плане этот закон может обойти или не допустить вот такую коллезию? Депутат нормальный, а жена и дети очень и очень богатые, используя, конечно, положение папы и мужа. Депутату Марданшину, включите микрофон. Владимир Николаевич, ну в данном случае данный законопроект направлен именно на устранение несовершенства в нормах двух законов. И говорить о том, что акции или ценные бумаги переписываются на родственников, ну это совершенно другая сфера и другим законам это нужно или другими поправками регулировать. Спасибо. Плетнева Тамара Васильевна. У меня тоже к Рафаэлю Мерхотимовичу вопрос. Вы знаете, с одной стороны, конечно, следует бы поддерживать, вроде как, но борьба с коррупцией, что чиновники не должны. Но речь-то идет, смотрите, о муниципальных служащих, их тоже очень много по стране. Не считаете ли вы, что все-таки нарушение это прав человека, что человек не может получить, купить ценные бумаги, он же не за взятку их взял. Речь-то идет о покупке. А если уж, конечно, он это делает незаконным путем, есть для этого фискальные органы, которые должны это отслеживать. Вот мне кажется, вот я в смятении в каком-то. Депутату Марданшину включить микрофон. Я, наверное, еще повторюсь, что все-таки идет речь о двух законах. Закон о гражданской службе и закон о муниципальной гражданской службе. И в соответствии с законом гражданские и муниципальные служащие приравниваются. Но для гражданских служащих запрет на владение ценными бумагами установлен, а для муниципальных служащих не установлен. И нам нужно вот это несоответствие убрать. Или тогда нам нужно разрешить и государственным служащим владеть и приобретать ценные бумаги. Или нужно муниципальным служащим точно так же запретить. Иначе у нас нормы, законы противоречат друг другу. Вот чтобы вот эти вот противоречия убрать, на это как раз и был направлен данный законопроект. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Есть. Включить режим записи на выступление. Покажите список. Шрейдер Виктор Филиппович. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, по мнению фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, унификацию положения федеральных законов о муниципальной и гражданской службе следует проводить в комплексе с предложением по установлению случаев, при которых государственному и муниципальному служащему запрещается приобретать ценные бумаги. Поскольку подобные случаи обсуждаемым законопроектом не установлены, предлагаемая редакция требует серьезной концептуальной проработки с учетом анализа всех коррупционных рисков. Учитывая, что необходимость предлагаемого законопроекта в полном объеме необоснованно проблемами практики применения фракции «Единая Россия», не поддерживает данный законопроект и предлагает его отклонить. Спасибо. Коргенов Сергей Генрихович. Все время мы с коррупцией боремся, как с ветряными мельницами. Один механизм вводим, придумывают другие лазейки. На эти лазейки замок накрываем, снова где-то пролезает, просачивается от коррупции. Правильно сказал Владимир Николаевич? То есть инструменты, их количество не ограничено. А тем более в России мозг человеческий, он работает в 90 раз быстрее и эффективнее, чем во всем мире. Отсюда чиновники просто с огромной регулярностью находят вариации, как получить эту взятку тем или иным способом. Борзыми щенками, деньгами, акциями, золотом, куском земли, без разницы. Вариантов нет. Поэтому, мне кажется, надо прекратить бороться со следствием, надо с причиной начинать бороться. И в первую очередь вести жесткую, серьезную ответственность, если доказана вина и получение взятки любым путем. Вот доказали через суд следственные органы, что это взятка, что он получил, родственники его получили или еще кто-то. Все, конфискация имущества, в тюрьму, срок и всех льгот лишать. То есть минимизировать количество чиновников, усилить общественный контроль, меньше распределительных функций чиновникам и очень сильная ответственность за все это. Поэтому только эти механизмы помогут. А так мы будем днями целыми здесь заниматься тем, что на те инструменты, которые придумали коррупционеры, мы будем запрещать искать выходы какие-то. Поэтому нет смысла поддерживать. Надо с причиной бороться. И в первую очередь культуру надо развивать. И образование. Вот куда нам надо вкладывать свои деньги. Бюджета Российской Федерации. Чтобы у нас были люди образованные, которые взятку было взять стыдно, а не те механизмы, которые только пытаемся ограничить это все. Спасибо. Спасибо. Рафаэль Михайлович, будете заключительным словом выступать? Пожалуйста. В принципе, моя позиция остается той же. В любом случае, нам нужно будет принимать законодательное решение, вносить поправки. И чуть раньше, чуть позже, но это нам все равно придется делать. Спасибо. Спасибо. Петр Иванович, будете выступать? Нет? Нет. Спасибо. Вносим законопроект на час голосования. Далее у нас идут два законопроекта по сокращенной процедуре. 19 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации. Валерий Владимирович Трапезников. Напоминаю, по сокращенной процедуре. Пожалуйста. Иван Иванович, уважаемые депутаты, законопроект внесен Самарской губернской думой. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о занятости населения, согласно которому устанавливаются квоты для приема на работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы организациям, численность работников, которая составляет более 100 человек. В процентном отношении, но не менее 2 и не более 4 процентов. Согласно пункту 2 статьи 5 закона о занятости населения, лица, освобожденные из учреждений, исполняющие наказания в виде лишения свободы, относятся к гражданам, испытывающим трудности в поисках работы. В свою очередь, законом установлено, что государственная политика в области содействия занятости населения направлена на осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Кроме того, государство обеспечивает дополнительные гарантии путем разработки и реализации программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализированных организаций, а также путем организации обучения по специальным программам и другим мерам. Таким образом, нормативное регулирование вопроса занятости и содействия трудоустройства данной категории граждан является достаточным и не требует дополнения. Предлагаемое законопроектом квотирование рабочих мест приведет к неоправданным привилегиям для бывших заключенных по сравнению с иными категориями лиц, испытывающих трудности в поиске работы. Проблема трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, связана в большинстве случаев не с отсутствием подходящих для них рабочих мест, а с низкой мотивацией к труду у самих граждан, относящихся к указанной категории. Трудоустройство таких граждан в счет квоты будет крайне незначительным и не принесет желаемого эффекта. Стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющие Общероссийские объединения профсоюзов, Общероссийские объединения работодателей, законопроект не поддерживают. Также сторона, представляющая правительство Российской Федерации в лице Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, не поддерживает законопроект. С учетом изложенного, Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает законопроект отклонить. Спасибо, Валерий Владимирович. Выносим законопроект на час голосования. 20-й пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации, в статью 24 Федерального закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, докладывает Валерий Владимирович Трапезников. Данный законопроект внесен Волгоградской областной думой. Законопроектом предлагается дополнить статью 25 Закона Российской Федерации о занятости населения и пункт 3 части 2 статьи 24 Закона о социальной защите инвалидов в положении о том, что порядок предоставления информации, необходимый для трудоустройства инвалидов, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. С данным предложением можно не согласиться. Во-первых, с Законом о занятости и Законом о социальной защите инвалидов, такие полномочия органам государственной власти уже предоставлены, закреплены эти полномочия Федеральным законом номер 184 ФЗ. Во-вторых, как отмечают сами авторы законопроекта, процедура предоставления работодателям соответствующей информации устанавливается, как правило, в региональных нормативных правовых актах, принимаемых в форме постановления правительства субъектов Федерации. Таким образом, для решения поставленной проблемы субъектом Российской Федерации достаточно устанавливать порядок предоставления информации, необходимый для трудоустройства инвалидов, законными субъектами субъектов Российской Федерации, непостановлением своих правительств. Отрицательное заключение дало правительство и отрицательное заключение дало правовое управление президента Российской Федерации. С учетом изложенного Комитет по труду социальной политики Елана Митеранов предлагает данный законопроект отклонить. Спасибо, Валерий Владимирович. Выносим законопроект на час голосования. 22-й пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части возмещения вреда, причиненного Российской Федерации в результате совершения отдельных видов преступлений. Олег Анатольевич Нилов докладывает. Уважаемые коллеги, сегодня я представлю вам, пожалуй, самый важный закон, который мне удалось за весь созыв написать, предложить. И если все остальные там порядка 60 законов не будут приняты, ничего страшного. Один закон, один. Я вас прошу, послушайте, по возможности поддержите, вы почувствуете, что это действительно настолько важный закон, что я готов для вас сделать, но вот все, что угодно для вас сделать, ради принятия этого закона. Это не для вас, для страны, для людей. Закон о конфискации имущества коррупционеров и казнокрадов. Вот коротко, в чем основная идея. Можно, конечно, сказать, что это не совсем мой закон, я признаюсь в этом. И правильно его называть было бы закон Путина-Нилова, потому что аналогом является на 100%, на 99% закон президента о конфискации имущества террористов. Помните, мы его недавно приняли. Так вот, в этом законе, конечно, он не должен называться авторством моего одного депутата, поэтому в этом законе я предлагаю приравнять, действительно приравнять к терроризму, коррупцию, особенно в крупных размерах, и казнократство. Вы, наверное, согласитесь, что от террористов в России гибнет немного, не так много людей, к сожалению, значит, они есть, десятки людей, наверное, но от казнокрадов и коррупционеров гибнут тысячи людей, десятки тысяч. В чем это выражается? Согласитесь, что те огромные средства, многомиллиардные средства, которые разворовываются из бюджетов разных уровней и не поступают на здравоохранение, на решение социальных вопросов, приводят к нищенству, действительно, иногда к таким социальным последствиям, когда люди пускаются во все тяжкие. Отсюда и алкоголизм, и наркомания, и самоубийство огромные. Это все по причине того, что десятки процентов каждого уровня бюджета разворовываются. Не говорю уже про то, что во время санкций мы сегодня будем думать с вами, принимая бюджет, как водить с концами, как даже тот уровень, который нельзя назвать приемлемым, удовлетворительным, ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни тем более в социалке сохранить. А вот он прием. Принимая этот закон, я не говорю, что мы каким-то фискальным таким образом сможем наполнить закорма. Хотя это тоже существенно, если посчитать и посмотреть, сколько казнокрадов и коррупционеров отделались легким испугом. Кто-то отделался условным сроком, кто-то даже получив срок условно-досрочно потом выходит, откапывает баночки в саду с соответствующим содержанием и живут припеваючи себе. Если бы все, что нажито незаконным путем было конфисковано, поверьте, не столько бы бюджет наполнился, сколько бы прекратился этот порочный круг. Каждый следующий уже подумал бы. Ну вот поймают его на взятки там 100 тысяч, 200 тысяч рублей, а потом придут и скажут «А докажи законность происхождения всех твоих ценностей, особняков, вилл и яхт. Не сможешь доказать, вот так написано в законе, это будет конфисковано». Вот на что я надеюсь, на какой эффект. Это был бы колоссальный эффект, который бы остановил всех, кто уже нажрался, напился, наелся и живет припеваючи, но продолжает, вот знаете, по какой-то инерции, продолжает хапать, брать и продолжает творить вот это самое большое зло сегодня в России. Вот их надо остановить. Остановить тюрьмой, как показывает практика, не получается, потому что они прекрасно знают, что условно-досрочно можно выйти, можно там себе гнездышко и за колючей проволокой свить, ну, прикупив какую-то пожарную машину, например, как бывший губернатор Дудко, сегодня отбывающий срок, он оборудовал пожарную часть, купил машину и, наверное, вот служит в этой пожарной части. Как служит? Ну, понятным образом, не сильно утруждаясь. Масса примеров. В оборонной отрасли, посмотрите, скандал за скандалом, миллиарды утекают, а коррупционеры у нас считаются, которые наносят такой колоссальный вред именно армии, именно обороноспособности, ну, такими вот легкими жуликами, ничего подобного. Это враги, враги народа, это действительно те вредители, которые должны быть приравнены к госизменникам. А они отделаются, опять-таки, знаете, домашним арестом, условным сроком, уйдут по амнистии. Кто возместит эти миллиарды в казну? Поэтому мое предложение принять сегодня вот такое жесткое решение. Наказание, да, должно быть суровое, но наказание рублем, да, который вернется в казну, это вот самое страшное, чего боятся сегодня жулики и казнокрады. И я тут обращаюсь вот в том числе и к ним, которые, возможно, меня сегодня услышат. Граждане Мазурики, помните, как в том фильме, душегубы, ну поверьте мне, что это в ваших интересах, потому что не дай бог мы не справимся с этой раковой опухолью России, вы потеряете все. Не дай бог удастся осуществить какие-то операции, есть доброжелатели, полный мир сегодня доброжелателей, которые на базе этой коррупции организуют какой-то российский Майдан, вы потеряете все, поэтому остановиться сегодня в ваших интересах, вам надо помочь, и мы как раз хотим помочь этим законам, чтобы вы завтра проснувшись приняли для себя окончательное решение, все, больше не беру, и мало того, потому что в законе прописана ответственность еще ближайшего окружения, не только родственного, но даже там водители, любовницы, если казнократ и коррупционер получат статью, это будет судом признано, у правоохранительных органов будет возможность пригласить в суд и попросить доказать законность происхождения нажитого всего ближайшего окружения вот этого конкретного жулика и казнокрада. И таким образом он будет заинтересован, чтобы и они жили. Спасибо, Олег Анатольевич. С докладом выступает Эрнест Абдулович Валеев. Вообще проблема совершенствования антикоррупционного законодательства является одной из главных проблем сегодня в государстве. И я полностью разделяю возмущение Олега Анатольевича распространенностью коррупционных преступлений и попыткой поисков путей усиления правовых средств борьбы с этим явлением. Следует отметить, что среди мер противодействия коррупции, используемых в борьбе с незаконным обогащением, безвозмездное изъятие и обращение в доход государства нажитого имущества преступным путем является одним из самых эффективных средств. При этом в правовой теории и практике известны два вида конфискации. Конфискация в уголовном порядке, предполагающая введение уголовного судопроизводства и вынесение обвинительного приговора, и конфискация, осуществляемая вне уголовного судопроизводства. Эти виды различаются процедурой изъятия обращения на доход государства незаконно добытных активов. Первая применяется в уголовном судопроизводстве, когда доказана вина подсудимого и связь между преступлением и полученными доходами. И при этом бремя доказывания лежит на государстве. Мы помним про преступление виновства, окрепленное в Конституции и в уголовном профессиональном кодексе Российской Федерации. Второй вид конфискации проводится вне уголовного судопроизводства. Это не судебное преследование личности, а имущество. И основанием, правиловым основанием для такого преследования является Гражданский кодекс Российской Федерации, по которому в собственности может находиться только имущество, добытое законным путем. И при этом конфискация в порядке гражданского судопроизводства применяется только тогда, когда в уголовном порядке невозможно конфискации и нельзя его применить. И такая конфискация производства в порядке гражданского судопроизводства в бремя доказывания лежит, в общем случае, законно все приобретения собственных на собственнике. Предлагаем в законопроекте предлагается внести изменения в закон о оперативно-розыскной деятельности и в федеральный закон о противодействии коррупции, и при этом предлагается возмещение вреда, причиненного в результате коррупционного преступления, проводить конфискацию порядка гражданского судопроизводства. Следует отметить, что вопросы возмещения вреда, причиненного коррупционными преступлениями, достаточно полно регулируются уголовным законодательством. В частности, в статье 73 Уголовно-процессуального кодекса закреплено, что обстоятельством, подлежащим доказыванию по уголовному делу, является характер и размер вреда, причиненного преступлением. Кроме этого, процессуальный закон предусматривает возможность наложения ареста в описи имущества. И при этом, все незаконно нажитое преступным путем имущество подлежит конфискации, безвозмездному изъятию, обращению дохода государства в порядке уголовного судопроизводства. И при этом, закон позволяет изымать это имущество не только у близких родственников, как предлагается в законопроекте, у любых других лиц, у которых находится это имущество. Здесь некорректна ссылка на порядок обращения дохода государства и имущества родственников лиц, совершающих террористические акты, потому что там речь идет не о взыскании вреда, причиненного преступлением, а о взыскании незаконного обогащения, которое выглядит как вознаграждение за совершение террористического акта. И если бы мы хотели применить эти способы в данном законопроекте, то в этом случае полагалось бы внести изменения в Гражданский кодекс, статью 235 Гражданского кодекса, основания прекращения собственности. Необходимо было внести изменения ГПК Российской Федерации в статью 45, которая предусматривает полномочия прокурора. В целом прописать в ГПК порядок применения Гражданского судопроизводства в уголовном деле. Все это не сделано, и в связи с этим Кабинет не может поддержать этот законопроект. Законопроект не поддерживает также правовое управление президента и правительство. Фракция законопроект поддерживать не будет. Предлагаю отклонить. Спасибо, Эрнест Абдулович. Есть ли вопросы, коллеги? Есть. Включите режим записи на вопросы. Руденко Андрей Викторович. Спасибо, Иван Иванович. У меня к Эрнест Абдуловичу вопрос. Я внимательно почитал заключение комитета. Здесь написано, дословно читаю. Совершенствование законодательства следует вести не по пути создания еще одного института, а по пути совершенствования уже действующих норм УПК и ГК Российской Федерации по вопросу о возвещении вреда, а также по пути дальнейшего совершенствования института конфискации имущества, в особенности части 3 ст. 104 Прим ГК РФ. А что вот за все время делал комитет, если вы соглашаетесь, то что совершенствовать надо, какие-то вот, может, нормативные уже, мы не знаем, внесенные документы, которые это исправляют? Спасибо. Такой законопроект совместно рабочей группой комитета и Генеральной прокуратурой готовится. Речь идет о взыскании в порядке гражданского судопроизводства незаконно добытого имущества, когда невозможно сделать в уголовном порядке. Речь идет о лицах, скрывающихся от следствия и суда, и о тех случаях, когда дело прекращено за смертью подсудимого. Вот в этих случаях по уголовным делам возможно взыскание в гражданском порядке гражданского судопроизводства. Предлагается, так говоря, от изменений в УПК и РПК. Документы о работе в ближайшее время появятся. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Спасибо, Иван Иванович. Вы знаете, уважаемый Олег Анатольевич, я не очень понял, к кому было обращение граждане Мазурики, но если продолжать в том же духе, то вы не бойтесь, мы вас не больно зарежем, чик, и вы на небесах. В связи с этим вопрос следующего характера. Вот представьте на секундочку, что ваш закон принят. И приходят правоохранительные органы к лицу, которое было признано виновным в коррупционных преступлениях, не к нему, а к его родственникам, и начинают проверять законность происхождения его имущества. Одних проверяют хорошо, с пристрастием, других не очень. Ответите, пожалуйста, на древний вопрос. Кто будет сторожить сторожей? Теперь депутату Нилу Олегу Анатольевичу включить микрофон. Спасибо, спасибо. Дело в том, что я предлагаю следующий порядок. В случае осуждения коррупционера, казнокрада, только в том случае, когда судом уже признана вина, получено наказание. Вот в том случае наступает не момент проверки, а предложение в судебном порядке, в административном суде. И я напомню вам, коллеги, что в административном правосудии у нас никакой презумпции невиновности нет. У нас действует презумпция виновности. И вот там именно обладатели несметных богатств. Речь не идет о последней квартире или машине Жигули. Речь идет об обладателях несметных богатств, многомиллионных в долларах и миллиардных в рублях и так далее. Вот им может быть предложено в судебном порядке, как законопослушным гражданам во всем мире, прийти и в суде доказать законность происхождения нажитого имущества. И именно вот в таком споре двух сторон происходит этот процесс, который предложен в моем законодательстве. Если одна из подозреваемых сторон, будь то родственник или какой-то близкий человек подсудимого, осужденного, не сможет доказать законность происхождения этих огромных ценностей своих, так это и положено в любом приличном обществе и в нашем тоже. Это незаконно значит таким образом нажитое имущество и изъять в пользу государства. Вот что мною предложено. А ни в коем случае не приходит и не устраивает никакое следствие. И никого за это наказывать иначе не предлагается и не предполагается. Никаких других наказаний, кроме освобождения от незаконно нажитого имущества, мною не предлагается. Спасибо. Спасибо. Шурчанов Валентин Сергеевич. Спасибо. Я тоже хотел коллегу Анатольевичу направить вопрос. Вот ответьте, пожалуйста, механизм, конечно, можно создать. Вот мы все люди имеем некоторое образование и понимаем, что любой механизм, который в законе прописан, можно его создать. Но весь вопрос заключается в том, что он должен быть экономический и по каким-то другим канонам эффективный. То есть можно создать механизм, который требует гораздо больше усилий и финансовых средств, чем даст какой-то результат. Насколько высок КПД этого законопроекта. И второй вопрос в этой связи. Вы не думали, как автор, какие другие концепции с точки зрения правовой, с точки зрения моральной, с точки зрения партийной и прочего, может быть, они окажутся более эффективными? Спасибо. Депутату Нилову включить микрофон. Спасибо. Ну, начну со второго вопроса. Я считаю, что предложенная президентом, еще раз подчеркиваю, концепция в законе аналогичным названием и аналогичным содержанием. Я заменил только слово «террорист» и «терроризм» на «коррупционера» и «казнокрада» и соответствующие статьи. Все остальное здесь один в один закон президента. И для того, чтобы не изобретать разные механизмы, то есть к террористу мы одним способом будем обращать, взыскивать незаконно нажитое к коррупционеру, другим, госизменнику встретим. Я считаю, что предложенная модель должна распространяться. Если вы посчитаете, что преступления, особенно совершаемые коррупционерами и казнокрадами в погонах, в мантиях, они должны быть приравнены к терроризму по своей тяжести, приравнены к госизменнику. Я так считаю и предлагаю вам так считать и изымать имущество. Да, может быть, это не самое эффективное, но профилактика, вот еще раз говорю, что главное, на что я надеюсь, на профилактику, на минимизацию, конечно же, не искоренение этого зла. Но минимизация однозначно будет, когда будет угроза потерять все, что было нажито непосильным трудом за прошедшие десятилетия. Вот на что я надеюсь, а то, что сегодняшний КПД и сегодняшняя эффективность не дают никакой компенсации ни в бюджет, не останавливают это зло, это очевидно. Поэтому я отталкиваюсь от того, что действующая модель не помогает с этим справляться, не помогает останавливать коррупцию, а значит останавливает все остальное. Это неэффективная работа рынка. Чем объясняется? Отсутствием конкуренции здоровой. Чем с этим надо бороться? Лечить, резать эту коррупцию. Поэтому, коллеги, мы будем вечно топтаться на месте, у нас вечно не будет хватать денег в бюджете, пока мы не разберемся с коррупцией. Не нравится мой, слишком жесткий ваш вариант, давайте послушаем. Но нужно же что-то делать на любых встречах, на любом уровне. К нам с одним и тем же вопросом и требованием обращаются. Что вы намерены сделать с коррупцией? Как ее победить? И бизнесмены, и простые люди, и даже большие бизнесмены, которые не у кормушки находятся, они говорят, что невозможно ничего делать, ничего инвестировать, потому что коррупция душит все. Я уверен, что это не единственный, может быть даже не главный способ, но очень важный и нужный для того, чтобы остановить хотя бы многих из тех, которые не боятся тюрьмы, но боятся сумы. Спасибо. Спасибо. Носур Дмитрий Юрьевич. Я вопрос хотел задать. Не успел, но не нажал. Пожалуйста. Спасибо. Олег Анатольевич, вопрос такой. Есть такие понятия в вашем законе, казнократство и взяточничество. Мы все понимаем, что это нарушение, что это преступление, но все-таки это носит разный характер. Можно понять, когда даже человек по каким-то мотивам, может что-то случилось в жизни, недостаточный заработок, один раз взял взятку, которая никак не повлияла на состояние казны Российской Федерации. Другое дело, когда действительно разворовываются бюджетные средства, о чем вы неоднократно говорили. Как раз казнократство называется. Предусмотрено ли в вашем законе разделение меры ответственности, понятие казнократства и взяточничества? Депутат Нилова, включите микрофон. Нет, в моем законопроекте не предусмотрено никакой разницы, но я с вами соглашусь, что ответственность, иная ответственность, основная может быть ответственность в виде того же тюремного срока должна быть разной. И еще более я с вами согласился бы, если бы вы сказали, что, конечно, большая разница, кто взял взятку. Значит, бабушка-гардеробщица за повешенное пальто или прокурор или судья при вынесении приговора взяли взятку и совершили. Ну, я считаю, самое страшное преступление из тех, которые совершаются сегодня представителями власти. Даже не те коррупционеры-чиновники так опасны, как опасны оборотни в погонах, оборотни с мандатами, вот тем более в судейских мантиях. Вот за это должна наступать, на мой взгляд, самая жесточайшая ответственность без всякого условного наказания, без условно-досрочного освобождения. На многие годы гораздо сильнее должна быть ответственность, чем для простого, если так можно выразиться, коррупционера. А казнократ, который ворует у обороны, у армии, конечно, это не коррупционер и взяточник, о которых вы говорите. Конечно, ответственность должна быть именно основная, более тяжелая. Ну, а то, что касается конфискации, я еще раз, коллеги, подчеркиваю, речь не идет о стопроцентной конфискации, как это когда-то было в Уголовном кодексе. Вот 10 лет назад из Уголовного кодекса определенные лоббисты убрали статью о конфискации. Поэтому то, что мой оппонент говорит, что да и так сегодня в законе все есть, все прописано, ничего подобного. Сегодня можно конфисковать только предмет взятки. Вот если дается взятка в размере чемодана, вот этот чемодан можно конфисковать. Прийти к нему в особняк, конфисковать все его машины, виллы и яхты по закону нельзя. Нужно доказать, что это тоже предмет взятки. А если это сделано 10 лет назад, попробуйте, докажите. Поэтому все лукавство. Так вот, даже по моему предложению предлагается изымать только то, что не будет доказано, как законно приобретенное на те средства, с которых уплачены налоги, на те средства, которые действительно нужно показать и доказать в судебном порядке. Не следователю, не прокурору, судье нужно будет доказать, вот это, вот это все мое, вот это, ну как бы не доказано, значит будет изъято. Но ответственности за это дополнительной не возникает. Спасибо. Вопросы закончились. Желающие выступить есть, поэтому включите режим записи на выступление. Я вынужден высказать сожаление. И покритиковать всех, кто участвовал в подготовке и законопроекта, я имею в виду автора законопроекта Олега Анатольевича, и тех, кто выступал с докладом, и кто готовил заключение. У меня создалось сегодня впечатление, что никто из тех, кто в этом участвовал, никогда не ходил и законов на заседание, думы и законов не читал. Дело в том, дорогие коллеги, что соответствующий закон был принят еще два года назад нами. И о нем я уже дважды с этой трибуны говорил об этом законе. Закон от 3 декабря 2012 года называется о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходом. Сейчас в законопроекте речь идет о том, чтобы прокурорам представить право обращения в суд заявлением об обращении в доход государства имущества, по поводу которого не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения. Так вот, повторяю, есть в соответствующем названном мною законе статья 16 и 17, которая все это установила. Но она установила еще больше, еще шире закон, который мы приняли, он еще злее этого. Дело в том, что применять тот закон, который мы два года назад приняли, и он вступил в силу с 1 января 2013 года, можно не только по уголовным делам, но и без уголовных дел. Вот что говорит статья 16 этого закона. При осуществлении контроля за расходами должностных лиц, а также за расходами его супруги и несовершеннолетних детей, при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов должностного лица, а также расходов его супруги и детей общему доходу, материалы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. А прокурор обращается в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации активов, в отношении которых должностное лицо не дало соответствующих объяснений. То есть все существует, но закон этот, хотя и действует уже без малого два года, но не работает. Об этом мы здесь говорили, когда присутствовал генеральный прокурор, соответствующая информация у нас. Он и сейчас не работает. Почему он не работает? Да потому, что не направляют в прокуратуру необходимых материалов. Поэтому наша задачка сводится к тому, чтобы, во-первых, заставить соответствующие контрольные ведомства направлять материалы в прокуратуру, и далее, кроме того, представить прокурору право и обязать его самому выявлять такие материалы. Это первое. Второе. Обращаю внимание на то, что нашей фракции КПРФ весной этого года внесен в Думу законопроект, который предлагает реализовать статью 20 Конвенция о борьбе с коррупцией. Мы в этом законопроекте предлагаем в случае, когда должностное лицо не может объяснить вот эту разницу между доходами и расходами, эти случаи считать основанием для возбуждения уголовного дела, то есть самостоятельное основание внести соответствующие дополнения в Уголовный процессуальный кодекс. Вот в случае принятия этого закона мы повернем очень многое в деле борьбы с коррупцией. Поэтому я предлагаю сосредоточиться вот на этих двух моментах и ими заниматься в Думе. Лично я этим занимаюсь и фракция этим занимается. Ну, я и Дума можем проголосовать за этот законопроект, но не для того, чтобы он был принят. Понятно, что он не будет принят, а для того, чтобы продемонстрировать свою позицию. Спасибо. Олег Анатольевич, мы слушали Ваше пламенное выступление и могу сказать, что Вы абсолютно правильно мыслите и предлагаете правильные идеи. Мы их разделяем и поддерживаем и считаем, что это, конечно, правильное направление в этом и надо двигаться. И везде все время действительно звучат призывы наших избирателей о борьбе с коррупцией. Везде всегда ставят во главу угла именно коррупцию. Но, к сожалению, коррупцию победить невозможно, еще никто этого не сделал. Но свести ее до минимальных размеров, самых минимальных, которые возможны, вот в этом наша задача и стоит. И Ваш законопроект, в принципе, делает очередной шаг к этому. Поэтому мы его полностью разделяем, но считаем, что в нем еще есть недоработанные пункты. Как раз тот вопрос, который я Вам задавал по поводу взяточества, казнократства, меры ответственности. Потому что действительно, как Вы сами подтвердили, существуют разные степени ответственности. Одно дело, какой-нибудь гаишник на взятке тысячу рублей взял, а другое дело, из государственного бюджета народные деньги разворовываются, на них строятся дачи, яхты покупаются и так далее, которые не декларируются. Поэтому фракция ЛДПР поддерживает Ваш законопроект, но с учетом доработки во втором чтении. Мы хотели бы, чтобы вот эти замечания, они были более проработаны, вот эти пункты по ответственности были более грамотно прописаны, более расширены. Спасибо. Спасибо. Сергей Владимирович Иванов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Нет, коллеги, конечно, надо быть сумасшедшим, чтобы сказать, что мы, дескать, против борьбы с коррупцией. Наша фракция в свое время предлагала даже клеймить коррупционеров, ставить букву КУК. И ведь смотрите, какая интересная ситуация получается. И закон Путина принят, и закон Путина Нилова сейчас обсуждается, как скромно заявил автор. И Юрий Петрович Синельчиков тоже говорил, что, дескать, и давным-давно принят подобный законопроект. И все, у нас мы с коррупцией-то победили, да, все, нет больше коррупции. А коррупция-то, коллеги, есть и будет дальше процветать. Потому что я уж не знаю, как вы, но вот на мой скромный взгляд, обойти этот закон, как два пальца об асфальт ударить или об дверь прищенить. Очень даже просто. Когда если вдруг, если вдруг, заметьте, прокурор соизволит обратить свое внимание на родственника человека, обвиненного, признанного виновным в коррупционных деяниях и отправленного отбывать свой срок, то, если вдруг прокурор захочет обратиться в суд, то в суде этот человек должен будет сказать, что вот это, вот это, вот это я купил за вот такие-то деньги, поскольку у меня доход следующий. А вот этот особняк мне подарил Борис Абрамович Березовский, ныне покойный. И пойдите у него, поинтересуйтесь, дарил он мне его или нет. И докажите, что он не дарил мне его. И все, ребята. И таких вопросов может быть миллион, а ответ может быть один единственный. Дедушка подарил. И ничего вы не докажете абсолютно. Поэтому, коллеги, к сожалению, вот автор говорил, надо там оборотни ловить, то, сё. К сожалению, этих оборотней ни в погонах, ни в высших эшелонах власти, ни с корочками, мандатами и так далее, их никто не ловит. Ловят только так, мелкую рыбешку. Вся остальная ходит нормально и себя хорошо чувствует. И коррупция это основа жизнедеятельности общества. Потому что у нас даже в законе об обращении граждан записано, жалуетесь, надо ни в коем случае не отправлять в тот орган, на который жалуются. Надо вышестоящий. И вышестоящий начальник потирает радостно руки, когда на его нижестоящего подчиненного пришла телега с компроматом. И он дальше будет думать, а что именно с ней делать? Либо запустить её сразу, либо показать этому чиновнику и сказать, смотри, мил человек, вот что у меня есть в кармане. И попробуй не сделать в следующий раз так, как я скажу. Даже трижды незаконно. И этот человек будет это делать. Именно так вы научились управлять государством. По-другому у вас не получается. У нас коррупцией бороться можно только одним путём. Провокациями. Этот мир, этот способ старый как мир. Всегда так делали. Если вы не уверены в человеке, спровоцируйте его. Да, потом можно его и конечно не убивать, но на работу уже не брать. И чёрную метку ему поставить, чтобы его нигде больше не брали. Вот только этот единственный способ и работает. Этот человек должен знать, что вы его проверяете, даёте вы реально ему взятку или это подстава. Только в этом случае вы сможете избавиться от коррупции. И так, кстати, сделали в английском парламенте, между прочим. Журналисты переоделись в качестве, обозвали себя предпринимателями, пришли на встречу к члену английского британского парламента, и он им озвучил, сколько стоят его услуги. Они всё записали. Вот прекрасно. Он попался, его из парламента выгнали, из партии выгнали. А у нас этот метод бояться все применить. Надо же, вдруг что? Мы, дескать, искушаем. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Андрей Викторович Шруденко. Спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Ну, наверное, многие из выступающих не читали законопроект. Там написано коротко. Законопроект носит изменения в два закона. Это 144 ФСЗ об оперативно-розыскной деятельности и 273 противодействие коррупции. Если он вносится, значит, эти статьи там не учтены. Поэтому многие коллеги, которые говорят, что принимается закон в 2012 году, я понимаю, что, может быть, он был внесён, принят нами, но, к сожалению, он не работает, прошло два года. Наша фракция одним из своих пунктов предвыборной кампании поставила вопрос о борьбе с коррупцией. И мы будем усовершенствоваться, и то, что Олег Анатольевич нёс дал наш законопроект, мы и дальше будем бороться с коррупционерами. Хочу вам сказать следующее. Вот многие коллеги приводят пример, что если, допустим, Березовский, вот Сергей Анатольевич привел, да, подарил кому-то имущество, но это будет видно в договоре дарения, в договоре регистрации той же недвижимости, и пусть человек доказывает, что именно этот человек ему подарил. Потому что у нас происходит следующее. Вы обратите внимание, сколько у нас пенсионеров владеет огромной недвижимостью. Да, мы сейчас завершаем проведение кадастра, ну, немножко не сложилось там, руководитель не тут попался, да, но закончим кадастр всей недвижимости, всех земельных участков. И поверьте, Росфинмониторингу будет есть чем позаниматься в данном вопросе и посмотреть, почему у пенсионера, у которого доход за всю жизнь был там, может быть, образно, там, миллион рублей, владеет собственностью, имуществом в миллиарды, десятки миллионов, сотни миллионов рублей и так далее, автомобили, которые записываются, чтобы не платить налог на инвалидов второй, третьей категории и так далее. Поэтому, если коррупционер проявил себя и уже доказана его вина, и надо найти то имущество, которое он, так сказать, украл, а у нас же, вы знаете, есть статья, что мы применили с вами очень крупный, да, штраф, там, не помню, какой размер, может, один Николаевич мне подскажет, в размере, там, миллионократный какой-то там, да, взятки, которые он брал, то надо найти эти деньги, надо обратить их в доход государства, и где их найти у родственников, потому что все это расписано на родственников, это однозначно, вот я вам приведу живой пример, у нас один кандидат в законодательное собрание Краснодарского края, ну, не очень порядочный, вел себя, конечно, занимался, так называемой, в кавычках, предпринимательской деятельностью, ну, вроде бы, все это легализовал, и перед тем, как стать кандидатом, а так как у него имущества было очень много, расписал на всех подряд, на кухарку, водителя, на друзей, на родственников, дворника и так далее, но, к сожалению, человек погиб, и вы знаете, его супруга не смогла это имущество потом вернуть, вернула только 10%, потому что все было оформлено договорами, но я привел пример не для того, чтобы посочувствовать или порадоваться за... Четыре минуты, добавьте. Чтобы порадоваться за этих людей, потому что, если следственные органы или оперативно разогнать, в деятельности, кто занимается, все-таки приведут и скажут, вот, допустим, брат коррупционера, вдруг неожиданно у него появляется там какой-то загородный дом или там земельный участок или яхта, ну, докажи, что ты это заработал или брат тебе там подарил. Если брат подарил, то, соответственно, это в деньги брата, который он наворвал у государства. Это должно быть обращено в доход государства, и это будет предметом разбирательства судебного. У нас презумпция человека, презумпция закона превыше всего. Это сказано в законе. Никто же не говорит, что надо отбирать. Вот тот же пример приведем. Сингапура, Китая. Вы все видите прекрасно, как идет конфискация имущества, какие там производятся действия. Мы, конечно, руки рубить не будем, но бороться с коррупцией, я считаю, надо продолжать. И если наши законопроекты не работают, наша фракция будет вносить и будет таким образом подталкивать, чтобы мы все-таки сделали эту тему злободневной, чтобы коррупционеры все-таки у нас задумались. Сейчас перекроем офшоры, куда можно угонять все имущество с вами, а потом будем уже заниматься нашими местными коррупционерами на российском уровне. Тогда, может быть, заживем лучше. Тогда у нас будут фонды национального благосостояния больше и резервные фонды и так далее. Коллеги, я предлагаю вам все-таки поддержать концепцию данного законопроекта, доработать его всеми вместе ко второму учтению. Спасибо. Спасибо. Олег Анатольевич, вы будете еще раз выступать? Пожалуйста. Нет? Вернес Абдулович, пожалуйста, микрофон. Вернес Абдулович Валеев, микрофон, пожалуйста, включите. Я в все докладе, все правовые основания, почему необходимо отклонить законопроект, уже сказал. Вынужден взять еще слово в связи с тем, что Олег Анатольевич еще раз утверждал о том, что законопроект полностью аналогичен закону, которому мы внесли изменения в закон о борьбе с терроризмом и в пункт 9 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогия здесь совершенно некорректна, потому что в законе о борьбе с терроризмом и в пункте 9 ст. 235 мы установили ответственность близких родственников террористов за незаконное обогащение, связанное с вознаграждением за терроризмом. А в законопроекте же, который предлагает Нилов, речь идет о возмещении вреда, причиненного коррупционным преступлением. Это совершенно различные институты. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Время 16.57. Наверное, нет смысла до часа голосования начинать обсуждение следующего законопроекта. Олег Анатольевич, Вы вряд ли за две минуты уложитесь в доклад, да? Коллеги, ну, прежде чем объявить час голосования, я хотел бы сделать одно сообщение. Только что в Государственной Думе состоялась встреча депутатов Государственной Думы с депутатами Верховной Рады Украины и с депутатской группой «За мир и стабильность». Состоялся такой честный, открытый, такой товарищеский разговор о том, как преодолеть вот этот тяжелый внутриукраинский кризис, что ждать от предстоящих парламентских выборов в Верховную Раду Украины, ну и как там нам восстановить вообще доверие между двумя нашими странами. Я поблагодарил наших коллег за то, что они сегодня в Москве, за то, что они прибыли сюда. И давайте все вместе поприветствуем наших украинских коллег, они находятся на гостевой трибуне, и пожелаем им успешной работы в очень непростых условиях. Спасибо. Ну а теперь объявляю час голосования, прошу приготовиться. Второй вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты России и о признании утратившему силу отдельных положений законодательных актов России в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного и муниципального контроля. Третье чтение. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Третий пункт повестки. Проект постановления Государственной Думы о согласительной комиссии по федеральному закону о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Второе чтение. Включите режим голосования. Прошу прощения. Это проект постановления. Спасибо. Да, у нас дальше второе чтение. Покажите результат. Постановление принимается. Четвертый пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 6 федерального закона о государственном кадастре объектов недвижимости. Включите режим голосования. Второе чтение. Третьего у нас нет сегодня нигде. Покажите результат. Принято во втором чтении. Пятый пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 49 федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с передачей Центральному банку России полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Шестой пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 50 федерального закона о несостоятельности кредитных организаций. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении. Далее голосуются законные проекты первого чтения. Седьмой пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об особых экономических зонах в Российской Федерации и отдельные законодательные акты России. Включите режим. Да, 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 да. Ну и так. Хорошо так. Хорошо поаплодируем. Хоть ко всеми камерами позвали, чтобы они не убегали, но это на дороге. Покажите результат. Принят в первом чтении восьмой проект федерального закона о внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса России. Включите режим. Покажите результат. Принят в втором чтении девятый проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об особой экономической зоне в Магаданской области. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении десятый проект федерального закона о внесении изменений в статьи 381-395, ч. 2 Налогового кодекса России. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. Одиннадцатый проект федерального закона о внесении изменений в бюджетный кодекс России в связи с совершенствованием межбюджетных отношений и порядке применения отдельных положений статей 104, 130 и 136 бюджетного кодекса. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении двенадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 47 кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении тринадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 17 федерального закона о рекламе. Включите режим голосования. Откажите результат. Законный проект отклонен в четырнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 16 федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Пятнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 2 федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Шестнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Семнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о беженцах. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Восемнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 14 федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Девятнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в законы России о занятости населения в Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Двадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 25 закона Российской Федерации о занятости населения в России и статью 24 федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Покажите результат. Законный проект отклонен. И двадцать второй пункт повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части возмещения вреда, причиненного Российской Федерации в результате совершения отдельных видов преступлений. Включите режим. Покажите результат. Законный проект отклонен. Продолжаем обсуждение законопроектов, внесенных в повестку. Двадцать третий вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления защиты прав женщин от сексуальных домогательств. Докладывает Олег Анатольевич Нилов. Уважаемые коллеги, конечно, мы так всё смешали, да, и коррупционеров, и казнокрадов, и лавелласов, и казановов, всё вот в один такой пакет. Я прошу журналистов, вот если возможно, конечно, это такая моя просьба, не использовать такой приём, потому что, знаете, вот сегодня можно про коррупцию ничего не сказать, а сказать о том, что Нилов представлял закон вот о сексуальных домогательствах к женщинам, ну и понятна реакция обывателя. Ну вот больше делать нечего сегодня нашей Государственной Думе, больше не с чем бороться, да, вот они о сексуальных домогательствах там только разговаривают. Поэтому законов много на разные темы, но и это, я считаю, не менее важной темой, особенно если учесть, что закон был представлен и внесён 7 марта, уважаемые коллеги мужчины, 7 марта, накануне этого самого светлого весеннего праздника года, да, когда действительно 8 марта мы любим, защищаем, на руках носим женщин, а всё остальное время года, да, даже, даже и не думаем о сбережении самого дорогого, самого ценного в нашей жизни, наших жён, дочерей, сестёр. И я серьёзно говорю и высказываю вам такую претензию. Сегодня... Коллеги, Олег Антонович, секунду, коллеги, уважаемые коллеги, очень тяжело докладывать, когда такой шум в зале. Олег Антонович говорит о серьёзных вещах. Пожалуйста. Я не возбудила. Я не возбудила. Спасибо. Олег Антонович. Уважаемые женщины, я попрошу вот вас применить воздействие определённое на мужчин, которым может быть не очень интересна эта тема. Но не сексуальное воздействие. Итак, сегодня только в России, уважаемые коллеги мужчины, в отличие от западного законодательства, от законодательства восточных стран, вот такое грязное, недопустимое, именно на сексуальной почве приставание к женщине, помимо и даже против её воли, является незапрещённым. Во всём мире это уголовные, как правило, статьи. Уголовные статьи и на Западе, и тем более на Востоке. До 7 лет вы можете получить тюремный срок, скажем, в Арабских Эмиратах. Даже не за то, что вы приставать будете к женщине. Вы подойдёте к ней и спросите, как пройти в библиотеку в 3 часа ночи, даже днём. И вас могут посадить на 7 лет. Другие жёсткие меры действуют, даже не на уровне закона. Меня коллеги с Кавказа, наверное, поддержат и скажут, что там закона не требуется. Там будет другое физическое воздействие брата, отца за подобные деяния. И это правильно, потому что там действительно ценят, уважают и защищают женщин. Что сегодня происходит в России? Сегодня любой и каждый, я уж не говорю про женщин к девочке, может без наказания, даже административно, потому что в законе говорится речь именно об административном только наказании. Пристать грязно, используя самые последние вот такие недостойные, циничные предложения об оказании каких-либо там услуг, любовных, сексуальных и так далее, и так далее. И это будет не запрещено. Сегодня это не запрещено. Что происходит далее? Да, есть достойные мужчины, которые вступают в битвы, в драки, которые, к сожалению, иногда заканчиваются поножовщиной, а иногда заканчиваются бунтами народными. Вот от чего? От простого такого незапрещенного приставания против воли женщины у нас происходили события и в Пугачёва, и в Бирюлёва, и много других ещё печальных таких в истории событий, которые кончались очень плохо. Межнациональная рознь. Очень часто как раз мужчины, у которых в традиции есть уважение к достоинству женщины, есть воспитана отцами и дедами невозможность пристать к женщине с такими наглыми циничными предложениями там у себя на родине. Вот здесь они это почему-то забывают. А почему они забывают? Потому что, в том числе и законодательство, раз это не запрещает, значит, они трактуют так. Значит, в России это не только можно, это может быть даже нравится женщинам, поэтому будем их вот таким образом одаривать такими комплиментами в кавычках. Всё это, к сожалению, провоцирует более серьёзные нарушения и преступления от словесных вот таких домогательств очень часто идёт дальше насильственные преступления, которые кончаются очень печально. И статистика очень печальная, она вот такая кривая, очень страшная. И поверьте мне, многие причины межнациональных конфликтов это как раз конфликты вокруг защиты женщины или приставания к женщине. Поэтому здесь не просто такая, знаете, восьмимартовская идея в этом законе. Подумайте серьёзно о тех последствиях, которые уже наступали много раз и могут наступать, если мы просто это не запретим. Концепция закона, идея главная, да, это считать запрещённым или допустимым, значит, законным. Все остальные нюансы я не претендую на то, что я идеально прописал, что такое сексуальное домогательство, как его правильно положить на бумагу. Для этого есть второе и третье чтение, для этого у нас есть профессиональные эксперты, комитеты. Я предлагаю сейчас голосовать по главному вопросу, который я ставлю перед вами. Вы считаете, что против воли женщины можно, тем более девочки, можно грязно, цинично, нагло на сексуальную почву приставать, оскорблять и так далее. Против воли. Разве это можно? Это насилие. Раз это будет запрещено, я предлагаю дальше продолжить дискуссию о том, каким образом наказывать. Штраф, принудительные работы и так далее, и так далее. Но определитесь в главном, разрешать ли это или запретить. Я предлагаю это считать запрещенным на уровне административного законодательства. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. С докладом выступает Дмитрий Федорович Вяткин. С места включить микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, ну теперь из эмоционально-патетической все-таки части рассмотрения этого вопроса надо перейти в такую сугубо практическую и правовую. У нас по общему правилу административная ответственность устанавливается за нарушение норм и правил установленных федеральным законодательством, если мы говорим о кодексе об административных правонарушениях. У нас в нормах материального права ни определения, ни понятия, которые предложены в данном законопроекте, не указаны. Это первое. Следовательно, пока нет неких норм, правил и запретов, которые предусмотрены нормами материального права, регулирующими законодательством, устанавливать ответственность за нарушение того, чего не существует, будет противоречить принципам назначения и установления административной ответственности. Это первое. Второе. Неоднократно в своих определениях и постановлениях Конституционный суд России указывал, что любая норма, которая устанавливается, ответственность должна соответствовать правилам определенности, принципам, вернее, требованиям определенности, ясности и недвусмысленности. Вот те определения, которые предложены в данном законопроекте, ни одному из этих критериев, к сожалению, не соответствуют. Ну и третье. Коллеги, у нас есть, вот здесь прозвучали слова оскорбления, принуждения и еще ряд, так сказать, терминов. Так вот, коллеги, у нас есть уже в кодексе об административных правонарушениях статья, которая предусматривает ответственность за оскорбление. Это статья номер 5.61. И часть действий, которые предлагается наказывать по новой статье, которая предложена авторам, многоуважаемым авторам законопроекта, уже попадает под действие статьи, предусматривающей ответственность за оскорбление. Это первое. И есть статья 133 Уголовного кодекса, которая действует, в которой предусматривается уголовная ответственность, коллеги, за понуждение к действиям сексуального характера. И есть определенные уже годами, десятилетиями сложившиеся практика применения этой статьи. Достаточно почитать в том числе и решения Верховного суда и постановления Верховного суда Российской Федерации по этим вопросам. Что под этим подразумевается? Так вот, если мы примем данный законопроект, то возникнет конкуренция норм, допустим, между новой нормой, которая предлагается, и, например, статьей 133 Уголовного кодекса, следовательно, более общественно опасные деяния могут попасть под действие более мягкой нормы. Поэтому нам надо тоже думать, когда мы подобные вещи предлагаем. Многие преступники, которые должны будут понести ответственность по 133 Уголовного кодекса, будут нести только административную ответственность по более мягкой статье, которая предложена данным законопроектом. На основании этих чистоправовых аргументов наш комитет предлагает данный законопроект отклонить. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Федорович. Вопросы есть? Включить режим записи на вопросы. Покажите список. Сверидов Валентин Валентинович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый. Предложение по одному от фракции. А уже задаем вопросы. Уважаемый Олег Антонович. Секунду, Валентин Валентинович, извините. Может быть, давайте все-таки, по одному мы почти никогда не делаем. Да вопросов всего 4. Нет, 9. А, 10. Коллеги, у меня встречные все-таки предложения из тех, кто записался, по два вопроса от фракции. Настаивают по одному. Я вынужден предложение поставить на голосование. Кто за то, чтобы по одному вопросу от фракции включить режим голосования? Моя обязанность поставить предложение. Покажите результат. Решение принято. Фракция ЛДПР. Кто будет? Сверидов? Сверида Валентин Валентинович, пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Олег Анатольевич, а вот любопытно, почему вы именно выделили женщин, почему вы не написали граждан? У нас есть женщины, которые коней в горячих избах сжигают. Может быть, к депутатам пристают, как коллеги подсказывают. Может быть, правильнее было бы написать просто «прав граждан от сексуальных домогазий», несмотря на все доводы, которые привел Дмитрий Федорович Швяткин. В принципе, резонные. Ну, как представляется, вот так бы, наверное, звучало лучше и было бы правильнее, чтобы и права мужчин также защищались. Спасибо. Депутату Нилову включить микрофон. Олег Анатольевич. Уважаемые коллеги, я еще раз повторяю, что 7 марта закон был внесен, да, и он посвящен был все-таки этому не только празднику, а именно самым любимым, самым дорогим людям, самым красивым на свете для меня, да. Если у кого-то есть проблемы, о которых вы говорите, да, то, наверное, это не мужчины. Я, например, так не считаю, что у мужчины могут быть вот подобные проблемы с насилием, с сексуальными какими-то такими домогательствами, против которых он не может выстоять, справиться, и ему требуется защита закона, полицейского, прокурора. Поэтому, но я не буду возражать, если во втором чтении найдется кто-то, кто эту подобную тему пропишет, предложит, как автор закона проекта, я соглашусь с такой поправкой, но сам вносить ее и прописывать, я вот просто не считаю необходимым, возможным, мне неизвестны такие случаи в жизни, а прописывать, знаете, в теории защиту прав гражданина, человека от сексуального домогательства марсианина ли, какого-то там, не знаю, там животного, ну, я не считаю необходимым для себя. Поэтому, кому это угрожает, кто этого боится, пусть тот и предлагает и прописывает. Спасибо. Бессонов Владимир Иванович, фракция КПРФ. Уважаемый Олег Анатольевич, ну, первое, есть ли к вам конкретные обращения от конкретных женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам? Второе, скажите, не прогнозируете ли вы недобросовестное использование женщинами данного закона в целях привлечения к ответственности мужчин, которые не совершали противоправных действий? Ну и последнее, не видите ли вы здесь ущемление прав женщин, которым недостаточно все-таки мужского внимания, и они, в общем-то, готовы к сексуальным домогательствам со стороны мужчин? Спасибо. Владимир Иванович, я напоминаю, что мы договорились по одному вопросу от фракции все-таки, но Олег Анатольевич, пожалуйста, отвечайте. Спасибо. Я еще раз акцентирую внимание, уважаемые коллеги, я говорил, главная часть в определении это домогательство, грязное, циничное, сексуальное, против воли женщины. Понятно, что если она согласна, то это не подпадает под действие этого закона. Против воли, когда она об этом заявляет, многократно, неоднократно говорит, я не хочу, я прошу вас, я требую вас прекратить осуществлять какие-то действительно не разовые, какие-то оскорбительные даже выступления, а есть примеры тому, вы спрашиваете, есть ли примеры. Огромное количество примеров и в разной степени, и на работе, и на учебе, и по интернету, в различных соцсетях это все происходит. А представьте себе, вы, наверное, не бывали и не общались с теми избирательницами, которые живут, ну, рядом с так называемыми резинами и квартирами, где реально не на бумаге сотни здоровых мужчин, месяцами невидящих женщин проживают. Вы, наверное, не общались с теми женщинами, которые ходят на рынки, где тоже сотни и тысячи таких гостей, которые вот, ну, считают дозволительным и допустимым, раз закон позволяет, соответствующие вот такие комплименты в кавычках. Поэтому обращений много. Третий вопрос я уже, честно говоря, не помню. Спасибо, Олег Анатольевич. Спасибо. Сердюк Михаил Иванович. Олег Анатольевич, как товарищ по партии. Вот мне проясните, пожалуйста, а как узнать, против ее воли или нет? Как вот хочет, она не хочет. Там написано формулировка у вас в законе. Нежелательное поведение. Вот догадаться, чего хочет женщина, весьма трудно. И даже имея большой жизненный опыт в этой сфере. Да. Вот сформулируйте, как вы. Депутату Нилову, включите микрофон. Михаил Иванович, против воли женщины. Вот женщина вам должна однозначно об этом не намекать, не глазками там показывать, какое желание. Когда она требует, это я серьезно говорю, коллеги, она требует прекратить намеки, оскорбительные какие-то слова, предложения. Вот она даже этого требует. Вот это и доказательство того, что она с вами не хочет иметь ни словесного, ни тем более другого какого-либо контакта. Поэтому вам кажется, что это не очень серьезно. Но еще раз я подчеркиваю, что и на Востоке, и на Западе это является не просто недопустимым, это запрещено законом. У нас, вот вы предлагаете превратить это все в какой-то там дом два, да, повсеместный. И на экранах телевизоров это все пропагандируется, популяризируется, даже вот целое учебное пособие в виде этой отвратительной программы. Значит, и здесь при обсуждении этой темы я вижу какое-то такое вот отношение. Ну сколько можно про всякую ерунду говорить? Я хочу вам напомнить про судьбы тех девочек, девушек, женщин, которые действительно поломаны сначала, сначала вот такими домогательствами, потом насильственными преступлениями, потому что это все звенья одной цепи. Если на телевизоре, если вот в обычной жизни все это считать допустимым и ненаказуемым, вот потом уже преступления совершаются. И преступники тоже отделываются порой и условными сроками наказания. Вот это же беспредел, это безобразие. Такой закон тоже мною разработан и внесен. Не должен насильник, изнасиловавший женщину, получать условный срок. А он у нас получает только в России вот такое наказание. Не должен уходить условно-досрочно из тюрьмы и продолжать дальше заниматься всем этим отвратительным... Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. Вопросы все. Есть ли желающие выступить? Есть? Включите режим записи на выступление. Покажите список. Два выступающих. Старовойтов Александр Сергеевич. С места включить микрофон. Как много желающих задать вопрос, а как, однако, мало желающих выступить. Олег Анатольевич, мы безусловно поняли, конечно, ваш посыл. Вы нам неоднократно транслировали, что данный законопроект был внесен накануне праздника 8 марта, и вы тем самым хотели просто, по сути дела, поздравить, наверное, наших любимых женщин, показать всем, что необходимо о них заботиться. Но, кстати, хочется маленькую ремарочку добавить. Когда вы в своем выступлении с трибуны сказали о том, что мы заботимся о наших женщинах накануне 8 марта, то бишь 7 марта, 8 марта, вспоминаем о них. Вот что касается фракции ЛДПР, кстати, мужской части фракции ЛДПР, могу сказать, что мы, женщин, окутываем своим вниманием, любовью и заботой на протяжении всего года, а не только накануне 8 марта. Очень жалко, что фракция «Справедливая Россия» не делает то же самое. Рекомендуем брать пример от нас. Очень правильный вопрос вам задал наш коллега, который будет выступать после меня из КПРФ Бессонов, о том, что данная норма все-таки будет и, скорее всего, действительно будет и очень цинично будет использоваться против мужской половины, против, возможно, депутатов, против чиновников различных уровней, в каких-либо гражданско-правовых спорах, которые возникают часто между физическими лицами. Это станет неким элементом, наверное, даже шантажа в выяснении каких-либо отношений, которые вышли уже за рамки обычного общения и пришли в стены судебного разбирательства судебного заседания. Помимо всего прочего, наверное, мне даже как-то неудобно поднимать эти вопросы, потому что я считаю, они достаточно пикантные, наверное, но вам очевидно известны моменты, когда женщина может говорить «нет-нет-нет», а, собственно говоря, глаза будут говорить «да». И если, например, осуществить какую-то диктофонную запись, когда женщина будет говорить «действительно эти фразы нет», то это, по сути дела, уже будет являться элементом для того, чтобы воздействовать на того мужчину, который находился в этот момент рядом. Вы абсолютно справедливо подметили, что многие гости, которые приезжают к нам из южных наших республик, они действительно проявляют свою заботу и уважение все-таки больше к женщинам своей национальности. Но когда оказываются на другой территории, почему-то то, что в них вложены те традиции по уважению к женщинам, которые были заложены изначально, они абсолютно забываются, потому что они приезжают, как говорится, в поговорке, заезжают в чужой монастырь со своим уставом. Такое бывает. Не хочу никоим образом обидеть всех абсолютно гостей из южных республик, потому что среди них немало очень воспитанных, с кого действительно стоит взять пример даже во многих элементах поведения. Но, тем не менее, такие факты имеют место быть. И действительно, женщинам как-то необходимо защищать. Но вы поймите, насколько тонка грань того, что вы сейчас предлагаете. Ведь куда ушла Европа и куда ушла Америка, когда начали отрабатывать вот эти нормы права? А ушли они в то, что даже мальчик, шестилетний мальчик, который поцеловал девочку, и они находились в детском саду, был посажен. Был посажен в тюрьму, и, собственно говоря, я сомневаюсь, что мы захотим прикатиться к такому же праву, как есть в Соединенных Штатах Америки. Помимо всего прочего, учитывая, что нам нужно все-таки в стране заботиться о демографии, потому как у нас, в общем-то, абсолютно не секрет, с рождаемостью не все так хорошо, как бы хотелось. Я боюсь, что молодые люди, которые по большому счету должны проявлять достаточно серьезную активность в данном направлении, не переходящую никакие грани, я в этом плане, кстати, абсолютно согласен с Дмитрием Федоровичем Вяткиным, потому что многие позиции, которые вы озвучили, они уже есть в действующем законодательстве, закреплены нормами права. И будет некое смешение, которое недопустимо с точки зрения такие ошибки нам, как законодателям, поэтому я думаю, что фракция ЛДПР не будет голосовать за данный законопроект, при всем при этом, еще раз подчеркиваю, мы абсолютно с вами согласны и солидарны в том, что женщин нужно любить и рекомендуем делать это каждый день. Как это делают фракции? Спасибо, Оксана Сергеевич. Бессонно, Владимир Иванович. Три минуты включите. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, безусловно, вопрос, который поднял Олег Анатольевич, очень актуальный. Вопросы нравов, нравственности, они важны для нашего общества и с моей точки зрения, когда рванул вперед научно-технический прогресс, остановилось развитие нравственности, духовности человека как такового. И действительно, мы обсуждаем сегодня важный вопрос. Безусловно, в отношении между мужчинами и женщинами вмешались деньги. Это очевидно, об этом многие знают, и это мешает реальной любви. Вот Старовойтов пытался сказать, не договорил, что фракция ЛДПР любит женщин. Да, для любого мужчины это высочайшее счастье, и для женщины настоящая истинная любовь. Но достичь сегодня этого сложно. И попытка, допустим, лишить мужчину обратиться к женщине, ну, наверное, не совсем это будет правильно. Ну и наша фракция не будет поддерживать этот законопроект только лишь по двум основаниям. Первое, с нашей точки зрения, этот законопроект сужает возможность привлечь к ответственности за неправомерные действия мужчин. А второе, недопустимо принимать законопроект в форме подарка. Ну и завершая свое выступление, я хочу напомнить вам притчу. Если генерал говорит да, то это да. Если генерал говорит нет, то это нет. Если генерал говорит может быть, то это не генерал. Если дипломат говорит да, то это может быть. Если дипломат говорит может быть, то это нет. Если дипломат Если девушка говорит «нет», то это не дипломат. Если девушка говорит «нет», то это может быть. Если девушка говорит «может быть», то это «да». Если девушка говорит «да», то это не девушка. Спасибо за внимание. Олег Анатольевич, будьте. Депутату Нилову, включите микрофон. Я действительно не ответил на вопрос Бессонова. А что будет, если девушки, женщины захотят осуществить некую провокацию? Ну а значит оклеветать. Я вам отвечаю словами Вяткина. Соответствующих законов предостаточно. Задачу ложных показаний за клевету. Там ответственность уголовная до 6 месяцев тюремного срока. Поэтому в суде, если она не докажет, то действительно может быть привлечена к более жесткой ответственности. Ну и теперь все-таки по-главному. Уважаемые коллеги, я просил вас ответить на один вопрос. Считаете ли вы допустимым? Наглое, циничное, такое оскорбительное приставание к девочкам, к девушкам, к женщинам. Считаете ли это недопустимым и невозможным? Вы отвечаете, что это допустимо. Это допустимо и самое главное против ее воли. Ну, бог вам судья. Вы, наверное, самые действительно заботливые, самые сильные. И ваших детей, ваших сестер, ваших жен повсеместно будете защищать, как делает фракция ЛДПР. Ну и бог судья, одним словом. Я считаю, что те традиции, те законы, которые действуют не только на Западе и в Соединенных Штатах, возможно, действительно с каким-то бором, но самое главное действуют в странах Востока и не действуют на территории России, должны заставить подумать вас всех, что происходит, по какому пути идет сегодня и воспитание, и защита нашей молодежи, прежде всего наших женщин. Если вы считаете, что так и должно дальше продолжаться, ну, тогда пусть вас и в следующие выборы и наши женщины, и мужчины справедливо оценят. Ну и, возможно, еще несколько раз на эту тему с вашей подачи я уже готов буду продискутировать. Тогда вы должны сказать, что ничего не надо менять, на Востоке и на Западе не понимают, как нужно любить, как нужно ухаживать за женщинами, а то, что делается в России, в самый раз. Вы таким образом сегодня мне, во всяком случае, продемонстрировали, что никаких перемен не должно быть ни в нравственном воспитании, ни в законодательной защите прав чести и достоинства жизни. Я разочарован, прежде всего, вами, уважаемые коллеги, которые выступили и вот так цинично, нагло сказали, что это не годится и ничего не надо менять. Очень жаль, спасибо. Садокладчик от заключительного слова отказался, поэтому я ставлю законопроектное голосование, включить режим голосования. Законопроект отклонен к поведению Тамары Гавриловны Кузьминых. Включите микрофон. Депутату Кузьминых, включите микрофон. Пожалуйста. Нет. Включили, да? Так, я не успела записаться на вопрос, но и видя справочки. В одном городе, в Крайнем Севере, произошел дикий случай. Молодой юноша пришел в женское общежитие, его разноузданные девицы поймали, перевязали, их уравнасиловали, и он умер. Так что закон правильно здесь говорили, что нужно не только в интересах женщин, но и таких молодых юнцов тоже должен защищать какой-то закон. Спасибо за справку. 24-й пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Докладывает Владимир Павлович Тоскаев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, перейдем к более серьезным вопросам, хотя и сегодняшнее обсуждение заняло очень много времени у нас и стоит большого внимания. Данный законопроект родился у нас после того, когда все-таки президент Российской Федерации в своем послании отметил, и после того, когда мы пожелал, и после того, когда мы с вами приняли закон о изменениях муниципального образования, о реформе муниципального образования, которая сегодня успешно задвинута. И, к сожалению, регионами и региональными парламентами тормозиться не принимается. Основная цель проекта все-таки заставить наших депутатов региональных более внимательно посмотреть на ту сеть муниципальных образований, которая имеется в нашей Российской Федерации, и не доводить до абсурдности. Я, то есть, принять свое решение. Вот я, например, по Свердловской области могу сказать, у нас 68 городских округов, в том числе 4 зато, 5 муниципальных районов, включая 16 поселений, 5 городских поселений, всего 94 муниципальных образования. Но самое главное, в 6 муниципальных образованиях на одной улице находится глава Алапаевского муниципального образования, городского муниципального образования, и в то же время Алапаевского муниципального района. Две думы, две главы. Все они находятся на одной территории. Точно так же в Камень-Суральске, в Красноуфимске, в Вербите, в Ревсинском, в Камышлове. Если взять соседние, близлежащие области, в Челябинском – 313, в Кургане – 458, в Башкирии – 1019. Поэтому абсурдность того, что у нас есть, достаточно принципиально, и я думаю, что в связи с тем, это и наказы наших избирателей, убрать эту абсурдность. Данное законодательство позволяет нам, сегодняшнее законодательство позволяет нам это сокращать, именно региональщикам, но этого не происходит. Поэтому мы хотим подойти объективно к объединению муниципального образования, к сокращению количества аппарата, чиновников, соответствующий, это даст экономический толчок. Вот в Подмосковье уже губернатором Воробьевым принято данное решение о сокращении, и это принесло экономию областного бюджета от 7 до 10 миллиардов. То есть это яркий пример, который вот уже сегодня существует. Я предлагаю данный законопроект рассмотреть. Возможно, есть какие-то неточности, но они находятся в первом чтении. Прошу его, уважаемые коллеги, не отвергать, а посмотреть внимательно. Я думаю, что народ нас похвалит за это дело, и мы уберем абсурдность, которая сегодня существует. Спасибо. Спасибо, Владимир Павлович. Садоклана выступает Петр Иванович Пимашков. Рассмотрев комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления данный законопроект, полагаем, что внесение указанных в законопроекте изменений не соответствует требованиям 131-го федерального закона. Согласно которым территорию поселения составляют лишь исторически сложившиеся земли поселений населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, а также земли для развития поселения. В связи с этим, на основании изложенного комитет не считает возможным поддержать рассматриваемый законопроект и предлагает его отменить. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Вопрос только Николая Васильевича Коломейцев. Других нет вопросов. Пожалуйста, Николай Васильевич Коломейцев. Не, не, не. Я с большим уважением к Петру Ивановичу отношусь, как к Сибиряку. Петр Иванович, ну все-таки вот комитет не рассматривает, чтобы вы вот Сибиряк же знаете, что поселение у Сибиряков ассоциируется немножко не с теми населенными пунктами, которые исторически там сложились. Может, все-таки есть смысл в комитете у вас вернуться к тому, чтобы уйти от поселений, понимаете? А вернуть было село, село, деревня, станица, это более приемлемо. А у нас же, понимаете, такая многонациональная страна. Но здесь в этом законопроекте предлагается, чтобы численность населения, когда составляет более 5000 человек, только тогда включать их в состав поселений. А в России 92% сельских поселений в Российской Федерации составляет менее 5000. Так что смысла... Спасибо. Если желающий выступить, есть желающий выступить, включите режим записи на выступление. Покажите список. Катасунов Сергей Михайлович. Фракция ЛДПР будет голосовать за принятие данного законопроекта по нескольким причинам. Владимир Павлович сегодня нам пытался, наверное, больше в экономическую плоскость перевести данный вопрос. И это правильно, на мой взгляд, потому что это можно потрогать и пощупать. Скажем, та экономия, которую мы получим, она реально поступит на выполнение как раз наказов наших избирателей и на муниципальные нужды. Дело в том, что точка зрения комитета, она имела бы право на жизнь в том случае, если бы у нас муниципалитеты были в определенной мере финансово самостоятельны. Вот здесь вопросов бы никаких не было. При той системе, скажем так, построения и распределения налогов, которые сегодня существуют в нашей стране, они фактически являются распорядителями средств. И, конечно, то количество чиновников, которое сегодня мы имеем, оно абсолютно неактуально. И речь не только идет о, скажем так, город и район. Даже такое соединение, как районный центр, где мы имеем постсовет собственный, имеем главу постсовета и главу района, это тоже, на мой взгляд, достаточно излишнее нагромождение. Существует схема, когда мы можем иметь депутатов, не освобожденных на уровне районного поселения, депутатов, а глава поселения, он может совмещать и отчитываться перед ними, и как глава района, и как глава поселения. В этом случае логика не только в экономии, а и во взаимоотношениях. Вы посмотрите, какие у нас отношения между главами на территориях. Они постоянно между собой что-то делят. Чья это территория? Можно здесь разместить объект? Это связано и когда мы по нашим программам, по федеральным размещаем спортивные объекты. Каждый пытается найти свое место и что-то себе отрезать. Поэтому решение является не только экономически обоснованным, но и с точки зрения управляемости территории. Чем меньше у нас будет руководителей на одном квадратном метре, тем больше у нас будет результатов. Это связано в первую очередь с тем, что финансирование у нас четко определено с центра. И никакой самостоятельности де-факто не имеет. Поэтому мы будем данный законопроект поддерживать. Спасибо. Шрейдер Виктор Филиппович. С места включить микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Конечно же проблема есть, если абстрагироваться от позиций надпартийных или каких-то иных. Но давайте посмотрим на 131-й закон федеральный, базовый. И эта проблема в основном возникала из позиций этого закона. На сегодня эта ситуация решена. Есть поправки к этому закону в рамках 136-го закона, который мы недавно с вами приняли. И на сегодня полномочия в этой части переданы субъекту. И субъект имеет абсолютно полное юридическое право и законодательную базу эти вопросы разрешать на территории в соответствии с ситуацией, которая там сложилась. Поэтому по мнению фракции «Единая Россия» в Государственной Думе нормативная база достаточна для того, чтобы эти вопросы решать на местах. Поэтому фракция данный закон поддерживать не будет. Спасибо. Я хотел бы подчеркнуть, что совсем недавно мы дополнили 131-й закон и ввели понятие. Городской округ с внутренними муниципальными районами и муниципальный район внутри городского округа. Вот применительно Свердловской области и ряда других субъектов мы, интересно, могли бы сегодня рассмотреть предложение. Действительно, если муниципальный район заменили так называемым понятием городской округ, и там избирает только депутатов городского округа, это очень ограниченное количество и поселений, которые входят в состав, сельские поселения и городские поселения, которые входят в состав городского округа, они, по сути дела, не имеют своих депутатов и не могут принимать свой бюджет. Можно было бы 131-й закон при принятии этого закона, этих поправок дополнения, включить городской округ с городскими и сельскими поселениями внутри городского округа. И точно такое же новое понятие – сельское поселение внутри городского округа или городское поселение внутри городского округа. Тогда мы выровняли бы возможности муниципальных районов, городских округов, которые охватывают, как в пример Свердловской области, сельские населенные пункты. Это было бы намного демократично и действительно позволяло бы лучше подходить к рассмотрению и принятию законов о бюджете, в том числе строить финансовую и экономическую бюджетную базу на уровне сельских и городских поселений, которые входят в состав городских округов. Мне кажется, надо поддержать, а при втором чтении поправки разные могут быть и там можно действительно определиться точнее. Спасибо. Спасибо. Каргенов Сергей Генрихович. Мы можем много законов принимать о бюджете, о коррупции, о домогательстве, все что угодно, но все время страна будет тормозить и пробуксовать, пока мы не определимся с основным вопросом. Это устройство нашей страны. Что это будет? Области, края, республики, муниципалитеты, поселения, селы, деревни. У нас сплошной виногерет не только в названиях, но и в территориальном устройстве, о чем МЛДПР говорит уже 25 лет. Нужно четко понять, какое устройство необходимо и эффективно сегодня для Российской Федерации, в том числе и на уровне регионов необходимо уходить от национального деления, в том числе и на уровне муниципалитетов надо подходить к практике эффективного территориального деления региона. И здесь я считаю, что и Виктор Филиппович, и Петр Иванович, это уважаемые люди, они много управляли и знают, что такое муниципальная власть. И если они уже говорят, что проблема существует, ее надо решать. Поэтому, может быть, во втором чтении как-то подчистить, что-то изменить, критерии какие-то определения, потому что численный подход, наверное, не совсем корректен, а вот экономический, эффективный, он сегодня выгоден. Несмотря на то, что Виктор Филиппович сказал, что часть полномочий передана на уровень регионам, но многим дотационным регионам сегодня неинтересно проводить реформу местного самоправления. Получают они деньги на управление, тратят их свободно, спокойно. При наличии двух-трех администраций, находящихся практически в одном и том же месте, географически они рядом находятся, масса чиновников появилась в реформе 2000-х годов дополнительно. И не только чиновников, там количество депутатов выросло, а управляемость не выросла. Я думаю, что нужно сегодня говорить не о доступности власти для человека, а о доступности услуги, которые предоставляет власть. А для этого не обязательно чиновника иметь практически в каждом населенном пункте. То есть уменьшать надо количество, отсюда и экономия пойдет, и управляемость территории. И правильно были приведены примеры и в Подмосковье, и я могу такой же пример в Вологодской области привести, когда вместо 12 поселений 3. И они стали и дороги лучше чиститься, и доступность власти ближе, и эффективность расходования бюджетных средств. То есть управляемость сегодня первый и основной критерий, по которому надо подходить к территориям поселений. 21 век, все очень быстро меняется, и мы должны соответствовать этим понятиям. Спасибо. Спасибо. Владимир Павлович, будете выступать с заключительным словом? Нет, Петр Иванович, тоже нет. Ставлю законопроект на голосование, включите режим голосования. Михаил Иванович, просто за минуту задололол. Михаил Иванович, за минуту задололол. Будем рады. Покажите результат. Отклоняйтесь от законопроекта. Коллеги Михаил Иванович Сердюк обещает доложить за минуту. Мы рассмотрим 25 вопрос, а потом посоветуемся. Хорошо? Хорошо? Итак, продлеваем до рассмотрения 25-го, а потом посоветуемся. 25-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о средствах массовой информации. Докладывает Михаил Иванович Сердюк. Большое спасибо, коллеги, что пошли на встречу. Я уложусь достаточно коротко. Профессия журналиста стала в нашей стране одной из самых опасных. Едва ли с ней могут кто-то поспорить, разве что военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Но главное, что мы теряем в последнее время, это свободную журналистику. Свободную журналистику в регионах на местных журналистов, на региональных очень легко надавить. Административное дело, угроза уголовного дела даже не требуется возбуждать. И в принципе человек теряет любой интерес, и такой жанр, как журналистское расследование, нами утрачен практически полностью. Я очень скептически отношусь к всяким рейтингам, в том числе и к Freedom House. Но, к большому сожалению, Россия в последние годы спустилась на 176 место, уступив таким странам, как Свазиленд, Зимбабве, Тунис, Судан, Руанда. Ну, дальше некуда. И, к сожалению, продолжается такая же динамика. Данным законопроектом прошу ограничить право возбуждения уголовных дел и привлечения к административной ответственности журналистов, а дать лишь эту возможность при согласии районного и городского прокурора. Большое спасибо. Спасибо. Садокладом выступает Вадим Евгеньевич Деньгин. Уважаемые коллеги, спасибо. Михаил Иванович полной мере отразил суть законопроекта, но Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает его отклонить. Вот по каким пунктам. Ну, во-первых, следует отметить, что законодательством Российской Федерации уже предусмотрена ответственность и комплексный подход к обеспечению защиты журналистов. Так, в статье 105 уже предусмотрена ответственность за убийство лица и его близких в связи с исполнением служебного долга и воспрепятствием служебной деятельности. Так, статьей 144 Уголовного кодекса установлен наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к их распространению, либо отказу от распространения информации. В законопроекте используются понятия неопределенного содержания. Например, такие понятия, как иммунитет журналиста, гарантия иммунитета журналиста, какое-либо вмешательство и давление изне, моральное воздействие. Поэтому комитет предлагает в данном случае отклонить данный законопроект. Еще два момента. Первое, то, что в интернете в огромном количестве представлены возможности покупки сейчас так называемых корочек международных журналистов, в этом проблем никаких нет и идет столкновение данный законопроект, кого мы будем защищать. И еще очень важный момент. Мы вместе с коллегами Маркеловым, Ниловым, Сашлегелем и многими другими внесли поправки в закон о СМИ, которые будут регулировать деятельность журналистов, находящихся в горячих точках, и будут помогать им осуществлять свою деятельность. Это будет внесено в ближайшее время, поэтому комитет, еще раз повторяю, предлагает его отклонить. Спасибо. Спасибо, Вадим Евгеньевич. Есть ли вопросы, коллеги? Нет. Есть ли желающие выступить? Есть. Желающие выступить? Включите режим записи на выступление. Скажите список. Зубов Валерий Михайлович. Первое, что хотелось бы сказать, те поправки, которые предлагается внести по дополнительной защите журналистов, работающих в горячих точках, ну это оправданная вещь, но она никак не связана с тем предложением, которое обсуждается здесь, так как здесь обсуждается ситуация внутри страны, где пока нет горячей точки. Я думаю, что при всех возможных придирках к формулировкам, к тезисам этого проекта, все-таки проблема остается. Независимые журналистики под серьезным вопросом сегодня у нас в стране, и любая инициатива направлена на то, чтобы получать нам разную объективную информацию, что возможно только при достаточно серьезной защите людей, которые занимаются сбором, обработкой, представлением общественности такой информации, должна приветствоваться. Более того, мы должны последовательно в этом направлении двигаться. Конечно, это очень удобно каждый день, сегодня, чтобы журналисты были послушны и делали то, что им говорит исполнительная власть или законодательная, губернатор или мэр. Это очень удобно, но это неудобно, невыгодно и очень опасно для перспектив развития общества. Поэтому, укрепляя независимых журналистов, в том числе и со стороны осложнения применения к нему уголовных санкций, преследования ее по уголовной линии, эта инициатива должна быть поддержана, и поэтому я предлагаю этот закон принять. Спасибо. Спасибо. Чуйченко, Раман Юрьевич. Уважаемые коллеги, профессия журналиста – это больше, чем профессия, это исполнение общественного долга. Безусловно, воспрепятствование этому исполнению долга, этому процессу, совершенно допустимо. Поэтому, как совершенно справедливо заметил коллега Деньгин, в российском законодательстве уже существует необходимое и достаточное количество правовых норм, которые защищают труд представителей прессы. Нужны ли еще дополнительные какие-то меры? Возможно, да. Но, безусловно, не в том виде, в котором предлагает автор законопроекта. Есть несколько сопряжений. Во-первых, сила журналиста и доверие к печатному слову во многом основывается именно на готовности работать по призванию и на готовности искать правду вопреки тем сложностям, которые сопряжены с процессом. Создание излишних и не всегда оправданных преференций может подорвать доверие общества к журналисту, но это так, лирика. Куда важнее, на мой взгляд, то, что, приняв подобный законопроект, мы неминуемо придем к ограничению доступа к профессии, к установлению механизма ограничения доступа к профессии, что, на мой взгляд, будет противоречить Конституции Российской Федерации. Давайте рассмотрим это со следующей точки зрения. На данный момент в Российской Федерации порядка 100 тысяч средств массовой информации, соответственно, можно себе представить количество журналистов, количество людей, обладающих формальным статусом журналиста. Законодательство Российской Федерации чрезвычайно обеспечивает очень много свободы для прессы, для представителей СМИ. И статья 29 Конституции гарантирует свободу распространения, получения, доступа, формирования, производства информации, гарантирует свободу средств массовой информации. Регистрация средств массовой информации представляет себя формально очень быстрый и неограниченный ничем процесс. Любой гражданин Российской Федерации может зарегистрировать в СМИ в течение месяца без каких-либо ограничений получить формальный статус журналиста. Соответственно, мы, приняв этот закон, провоцируем неоправданный рост средств массовой информации официальных и людей, обладающих формальным статусом журналиста. То есть можно предположить, что количество СМИ вырастет на порядок, если на два, то есть со 100 тысяч до миллиона и так далее. И мы неминуемо с вами придем к тому, что нам придется задумать о том, как отделить тех людей, которые реально являются журналистами, от тех людей, которые обеспечили себе несложными процедурами статус журналиста, так, на всякий случай, или же, может быть, даже ради неблаговидных, под каких-то неблаговидных целях. Что неминуемо у нас вступит в противоречие с духом 29 статьи Конституции о свободе средств массовой информации и доступа к производству распространения информации. Поэтому, на мой взгляд, законопроект необходимо, безусловно, отклонить и задуматься о других мерах поддержки журналистов. Спасибо, Роман Юрьевич. Михаил Иванович, будете? Вадим Евгеньевич? Тоже нет. Ставлю законопроект на голосование, включить режим голосования. Покажите результат. Отклоняйтесь от законопроект. Коллеги, рассмотрим законопроект по сокращенной процедуре и проекту поручения. И останется один вопрос. В конце посоветуемся, что мы переносим его или как. 27 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и уголовный Кодекс Российской Федерации в связи с принятием федерального закона об ответственном обращении с животными. Лосаков Вячеслав Иванович. Сокращенная процедура. Спасибо, Иван Иванович. Иду на рекорд, коллеги. Комитет, отмечающего концепция представленного законопроекта, несомненно, заслуживает внимания, но поскольку он привязан к федеральному закону об ответственности об обращении с животными, еще не принятого до сегодняшнего дня, комитет рекомендует отклонить законопроект, поскольку вся конструкция рассыпается. Спасибо. Спасибо, Иванович. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект и проект поручения. Позняков Владимир Георгиевич, включите микрофон. Спасибо, Иван Иванович. Товарищи коллеги, правительство России внесло запрет на ввоз ряда продуктов питания, в том числе рыбы и рыбопродуктов из страны ЕС. По логике, должны быть созданы благоприятные условия для наших дальневосточных рыбаков. Однако РЖД вместо льготных тарифов на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральные области России поднимает тарифы практически в два раза. И это государственная компания. Политика на получение на максимальные прибыли от перевозок продуктов питания приводит к значительному росту цен на дешевые, социально значимые виды рыбы. Сель, камбала, минтай. Подход абсолютно негосударственный. Прошу дать поручение трем комитетам Государственной Думы по экономической политике, по аграрным вопросам, по природопользованию направить запросы в РЖД, в Минэкономразвитие, рыболовство, федеральную службу по тарифам о ситуации с рыбоперевозками и причинах роста тарифов. Спасибо. Спасибо, Владимир Георгиевич. От комитета Анатолий Евгеньевич Карпов. Включите микрофон. Добрый вечер. Данное поручение не связано с работой над конкретным законом и не соответствует статье 60, поэтому комитет предлагает отклонить данное поручение, а депутат имеет право запросить в индивидуальном порядке соответствующую информацию. Спасибо. Ставлю проект поручения на голосование. Включите режим голосования. Продолжение следует.